здарова молодые люди меня зовут эрик шоков и сегодня я записываю последний ролик в этой квартире и с этим компьютером этого всего больше не будет потому что я живу здесь уже три месяца мне пора уезжать завтра у меня вы что у нас получается вот же тэк роут нт не роут я себе оставляю свет тоже себе в монитор себе стол тоже я еще думаю может быть прокачка кстати советую посмотреть этот ролик тем людям только если вы смотрели прошлый у вас по сказке мы там выбрали победителя то есть сегодня кто это все получит там отбирался очень важно это посмотреть чтобы проникнуться судьбой этого ролика у нас тут легендарный компьютер 3070 и 9 10 10 11 11 9 9 9 кей 16 гигабайта оперативки и пол терабайта ssd-шника посмотрите сколько у меня места осталось за три месяца то есть я ничего не удалял и у меня пол терабайта заполнилась именно в тот день когда мне нужно уезжать легендарно и прямо сейчас я весь этот диск отформатирую мнение я кс ему оставлю чтобы он не скачивал так видео ой-ой-ой все удалил пропустить все очистить картину нажимаю все да нет 236 гигабайт свободно остальное это все кс завершение работы завершение киева ладно все пойдем обустраивать это все включаем time-lapse и начинаем разбирать мистер компьютер мистер компьютер что это все О, а вот и чел. Добрый день, Саша. Здорово. А у тебя уже петличка? Да. Неожиданно. Ты подготовился заранее? Я сразу домой. Я с ней пришел. Да. Какая компания у тебя в петличке? Сара Маня. Да ладно, у нас тоже. Тогда синхронизируй, пожалуйста, звук. Скажи что-то. Бля. О, все. Начало скринжа – это всегда хорошо, согласись. Да. Ты уже отформатировал? Если что, мы забираем твой старый. Я не отформатировал. Ну, я знаю, что забираешь, но я не отформатировал. Хорошо. Ты реально старый забираешь? Конечно. Во всех прокачках было. Я их потом продаю. Нет, я продаю. Я за копейки сливаю подписчикам, чтобы они бы забрали. Ты серьезно? Нет, это шутка. Это шутка. Вы специально, вы специально. Вы специально так сделали? Нет. Вы специально? Мы сюда поставили. Камера есть тут? Нет. Есть. Короче, мы в Троичине. Троичине считается в Украине самым таким бандинским районом. Не бандинским. Гоп, гоп, гоп. Гоп, гоп. Гопники, вот. Короче, мы оставили низ кресла, где колесики, в подъезде, чтобы пойти покушать в Макдональдзе. Возвращаемся, и этого нет. Ну что сейчас делать? Что это за бред? Я бы прошелся по всем квартирам сейчас. Для контента я бы прошелся по всем. Я впервые с этим столкнулся. В Украине, в Троичине. Я три месяца слышал шутки про Троичину и попался мне. Ну, бро, Саш, давай с тобой вот сюда. Спасибо. Я бы не открыл, если бы украл. Конечно. Ну ладно, давайте на второй этаж. Никто не откроет. Мне кажется, здесь опасно открывать кому-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на первом этаже оставили часть от кресла игрового. Вы, случайно, не видели его? Нет, я вообще не выходил. Спасибо, хорошо. А можете подсказать? А можете подсказать, что нам делать в этой ситуации? Тут есть ли? Ребят, а кто оставляет на первом этаже что-то? На Троичине. Нет, вообще в данное время. Хорошо, спасибо. Существенно, не видели его сегодня? Нет? Ну ладно, спасибо. Подожди, есть ли полицию реально вызвать? Нас пиздили в стол? Нет, серьезно, почему? И что, не по этаже ходили? Хоть когда-то не помогут? Нет. На Троичине точно нет. Здравствуйте. Мы приехали на Троичину. На 15 минут оставили игровое кресло в подъезде. И сейчас этого кресла уже нет. Что нам делать в этой ситуации? Кресло… Давайте, зарегистрирую ваше зернее, прийдем на ряд полиции, будете заявляться. Какой адрес и он затрапывается. Адрес какой? Против какого часа, это затрапывается. Когда это было? Да. Полчаса назад. Там нет порядной видеокамеры. Ничего нет. Ничего нет. И консьержей нет. И консьержей нет. Если что, позвоните… Они позвонят на этот номер или как? Или мы должны ждать? Я ничего не могу сказать. Чекайте на миссионер. Хорошо, спасибо. Ребят, вызвали в полицию. Что за прокачка пока? Я предлагаю пойти собрать комп, потом спуститься, чтобы времени тянуть. Погнали. Боже, чел, у тебя все шикарно. Короче, я знаю, что сейчас будут комментарии, что, Эрик, вы прокачиваете человека, у которого уже все есть. Но это прокачка, это был турнир, это определенные условия, и у меня не было никакого технического задания, правил о том, что у тебя должен быть комп говно. Он выиграл. Он оказался лучше всех, кто был на этом лане. Поэтому такие условия. У него тут 1070, i7, 16 гигабайт, 16 гигабайт оперативки. У него будет… То есть комп будет ровно? У него будет два раза комп лучше. У него будет 3070, полтерабайта SSD-шника, ну 16 гигабайт оперативки все равно. У него мышка SuperLite, которую мы заберем, X3-5 коврик, хайпер эксплуатуры. Но еще 240? 144. А, 240 Гц мы ему даем. И самое главное, что еще здесь, то, что он все это покупал в 2017 году, 4 года назад. Поэтому оно уже немножечко старенькое. Короче, ребят, надеюсь, вы не будете за это хатить. Ну, просто так получается. Но не всегда же мы можем попадать именно в ту точку, которая нам нужна. Мы начинаем прокачивать и смотреть, что у нас получится в итоге. Короче, смотрите, какая ситуация. В итоге мы ждем позицию. У нас есть кресло хорошее, прошлое. Если позиция не найдет нужную часть, мы сможем заменить спинку этого кресла. А, возможно, я просто докину денег за эту штучку. И купим эту же украденную вещь. Мы уже все поставили. И сейчас мы поедем за столом. Домой, обратно и в Строечине. О, что? Так быстро! Смотрите, кто пришел. Ты снимаешь это? Я вот живу в этом доме. Я же приезжаю в руках комментирую. Рука в штаб-квартира в Строечине. Нет, тут рядом квартира. Нет, ты серьезно? А, тут рядом прям. Вот такая. Они не экономят так сильно на жиле. Да, ну... Чарлина стал собирать. Полиция не приехала. Почему? Не знаю, просто. Почему? Хороший вопрос. Действительно. А если позвоните, скажите, типа, ребята, что там? Ну, просто... Да, ну, набери и скажи. Да. Спонсор этого ролика – сайт КСФЛ. Вы можете ставить скины и зарабатывать скины, выводить их, используя три режима. Это краш, джекпот и колесо. Мой самый любимый режим – это колесо. Вы можете поставить x2, x3, x5, x20. И если ваша ставка выиграет, вы забираете это мгновенно в свой нитарь Steam. Ну, а также на КСФЛ сейчас действует акция Fallowin. Получай конфеты за победу в интерактивных рубриках в социальных сетях КСФЛ. Позже ты можешь обменять конфеты на деньги. Условия обмена очень простые. Быть подписанным на социальные сети КСФЛ и внести депозит от одного доллара в период проведения ивента. Призы вариативные. Это уникальная кастомизация профиля, цвет ника, анимированные аватарки, крутые скины или же баланс на сайт. Акция заканчивается 1 ноября, поэтому все подробности продублированы в описании этого ролика. Поэтому попробуйте. Ссылка есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Алло. Да, я заказывал только что... Ой, заказывал. Я звонил в полицию час-полтора назад. Мне никто не приехал. Запрос был по поводу кражи кресла на Троищине. Через час мы уже не сможем принять их. А если нас убивают реально, что за рофл? Ну это бред. Я тебе серьезный вызов в полицию здесь дольше, чем вызов... Тебе уже могла приехать пицца готовая. У нас кресло мы оставили в подъезде. Его за 40 минут, пока нас не было, забрали. У нас есть подозрение, что это кто-то из подъезда, где оно и было. Так, и? И мы хотели бы понять, что там произошло. И позвонили в полицию. То есть вы хотите сказать, что если вы позвоните в полицию, то полиция приедет, будет ходить по квартирах и шипать ваше кресло? Да. Ну, если вы подъедете, мы можем с вами написать заявку, что вот так сталося, что мы оставили кресло, его кто-то в крах. Я вам дам бланк. Я могу подъехать и дать вам бланк заяви. Завтра сранку ту заяву передать ближе к обеду, данную заяву распределять на какого-то дельничного. Після завтра буду ею заниматься. Дякуємо, дякуємо за... Наряд полиции потрібен чи не потрібен? Не, не будем описати, бо це дуже довго. Ага, добре. Добре, счастливого удачу. А тем временем у нас собирається кресло, ой, собирається стол, и сейчас мы будем его уже ставить, пока у нас все так расходило. Я же говорил, можно уехать, я не верю, что поездка едет почему-то. В итоге как-то получилось, что кресло мы не нашли, стол собран, и сейчас осталось просто все беспроводное положить на стол. Вот магия беспроводных девайсов. Просто красота. Кстати, коврик уже можно не искать, у тебя весь стол это коврик. И очень приятно сочетается Logitech, он хорошо плывет. И беспроводные наушники. Все от Logitech. Наконец-то мы дошли до того момента, когда мы можем его включить. Не включается подсветка. А, все включилось, это хорошо. Так, у тебя нормально? Как ты играешь? Ты не будешь набирать? Не-не-не, у меня Hisense. Hisense, да. По девайсам. Самое интересное, у нас Logitech G Pro Super Lite. Господи, это такая легкая, беспроводная мышь от Logitech. Спасибо им опять же за поддержку. Я вам скажу честно, одна из лучших клавиатур, которая у меня была, нет, это лучшая клавиатура, белая Logitech G915 TKL. И на TKL такие свечи приятные. И она как Mi Brown, но это механика. Она такая приятная по цвету, она такая приятная по подсветке, она такая легкая, она такая беспроводная. Господи, это правда, лучшая клавиатура, которая у меня была. Это факт. Дальше идут наушники. Это Logitech G Pro Wireless. Я понимаю, что Wireless стоит дороже, но эти наушники стоят каждого рубля, который вы потратите на них. Одевая их, вы сможете понять, как вас обсирают, если вы уходите в туалет, ваши тиммейты. Вы можете готовить еду и слушать, и общаться со всеми, кто в Дискорде. Это стоит это. Дальше у нас идет, получается, коврик, но это Aerocool на весь стол. Я его покупал сам, поэтому рекламу делать не будет. Но стало прикольнее. Самое интересное. Кейс. Сабершок. Шок. От Телемарта. Спасибо ребятам из Телемарта. Просто огромнейший за такой подгончик. Я правда не ожидал. Какой кейс красивый. Все это видно. Господи, спасибо Телемарту еще раз. Ну и на самом деле, про Телемарту, если говорить, они проводят очень классную тему. Заходите в любой шоурум Телемарта, кидайте вызов продавцу, и если вы выиграете его 1 на 1 в CS GO, то вы получаете 1000 гривен, в скидке за покупку ПК. Это около 2700 рублей. Это большие деньги. Монитор MSI 240 Гц. Спасибо ребятам из MSI за такой шикарный ноутбук. Монитор, который исправен, который шикарен. Играть комфортно. Я никаких минусов не скажу. И самое главное, что у него стойка прекрасная. Не какая-то длинная, как у других. Все шикарно, все выглядит компактно. Ничего никому не мешает. Ну и, к сожалению, о том, что у нас сегодня вторая частичка этого кресла MSI потерялась. Ее кто-то украл. Но я вам скажу так. Его украли, потому что оно было хорошее. Плохие вещи не крадут. Что могу сказать про кресло? Игровое кресло от MSI. Свою задачу выполняют. Черное, стильное. С подушкой. Еще тут была когда-то. Еще одна подушка для того, чтобы спинка себя чувствовала хорошо. Ссылка на это кресло есть в описании. Я на нем сидел 3 месяца. Сказать ничего плохого не могу. Я слышал, что ты сначала не хотел участвовать в этом турнире. Но что-то изменилось. Что именно? Я увидел твой позд, что было мало заявок людей из Киева. Я все-таки решил поучаствовать. Да, меня это очень сильно удивило. Почему-то заявок было всего на 100 тысяч охвата просмотров 33. Я не знаю, как это объяснить. Скорее всего, это был сложный режим. Не все умеют выхлопить, КЗ играть, сюрфить и так далее. Еще стреляться. Потому что хорошие сюрферы играют только сюрф. Это без шуток. Большинство так будет правильно. Какая была твоя реакция после победы? Как ты маме объяснил? Какая у нее была реакция? После победы я очень сильно обрадовался. Вышел, позвонил маме. Сказал, что я выиграл. Но она не поверила. Сегодня она сейчас пройдет после работы. Увидит компьютер. И убедится в этом. Какие у тебя планы на компьютер? Планируешь ли ты играть в КС вообще? Какие у тебя планы на жизнь? И как будешь его использовать? Нужен тебе вообще дома компьютер? Да. Но продавать его точно не буду. То есть я буду использовать для своих целей. Ну, играть в КС, в Форзу и играть. Как говорится, для учебы. Для учебы, да. Я слышал, что ты уже играешь в какой-то организации. Что это такое? Это лига, которая проводит ежедневные турниры с призовым фондом. И ты там зарабатываешь в месяц какие-то деньги? Да. Это больше 300 долларов в месяц? Да. Тебе 20 лет? Ты вместо работы играешь в игры и за это получаешь деньги? Да. Какая реакция родителей на это? Положительная. Ну, то есть она видит, что я зарабатываю и все нормально. Она не говорит, что типа едино нормальную работу. Так было всегда? Да. То есть мама меня всегда поддерживала. Сейчас Ксения придумал пари. Кто больше сделает киллов за минуту, тот получает 500 гривен. Погнали. Три? Да. Ну, давай. Все, игра пошла. Я думал, он сделает 8 киллов. 8 киллов. Как первое ощущение? Пока я не монтажник найти. У тебя осталось 45 секунд. Ай-яй-яй, просто фоконстань. Это три уже, но может быть еще? Чего? 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 Ай-яй-яй. Вот 5 киллов. Всего лишь 2 килла разницы. Сеня, ну это близко, это близко было. 100 гривен. 100 гривен, да. Первая твоя победа на этом турнире. Ой, на этом компьютере, бро. Поздравляю, надеюсь, что ты будешь побеждать. Сто гривень. Пришел Сеня в варвале. А сейчас... Сейчас символы заходят. 200 гривен. Все будет хорошо. Тренируйся. Крутой комп, не знаю, дик успех. Но, я говорил в интервью, план Б. Учеба. Учусь. Спасибо, Светлана. Такие дела, мне кажется, ни у кого такого не было. Полиция, осенняя, напутствие. Ты выиграл первый же день и за 5 минут получил ПК. Сколько ты килограмм занимаешься ли спортом? Сколько вешь? У тебя были проблемы когда-нибудь с весом? Я весил 87, потом похудел до 70. И вот сейчас опять набрал где-то... 82? 85 сейчас. Ой-ой-ой. Ну, я сейчас буду худеть опять. Угу. Если тебе придет такой звонок... Что ты сделаешь, ответишь или проигноришь? Отвеч. Тебя звонит Бевра, ответить или откровить. Как там ответить? Ответить. Там нет выбора. Он ответил правильно. Да. Жигарно. Что ты можешь сделать в этой игре? О, у меня классная идея. Возьми эти деньги и закинь в компьютер прям, чтобы ты их видел бы. Да, прям... Прям сгорит. Типа стекло снять? Внутрь. Внутрь. Прям внутрь, да. Продолжается. Внутрь. Открутить. А можно смотри короче? Я объясню как сделать. Тебе надо снять вот эту крышку, вот она. Вот четыре этих. И положить вот под провода сюда, так чтобы она воздух не закрывала. Вот, видишь, вот сюда, вот здесь, да. То есть она не будет воздух закрывать и никуда не денется. Молодые люди. Я думаю на этом есть смысл закончить. Деньги будут в кейсе. С кем потом фотку как-то это сделаешь? Все, вы видите фотку, он это сделал. Я считаю, что прокачка завершилась. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Это уникальный контент. А я сейчас записал последний ролик вроде в Киеве, в Украине. И сейчас уезжаю куда-то, не знаю куда. Спасибо большое всем, ребят. С вами был я, Эрик Шоков. Не забудьте поделиться этим роликом, скинуть другу и сказать смотри, какое бывает интересное событие у людей. Комп за четыре часа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok